Всем привет! Меня зовут Юлий Максимчук и в нашей сегодняшней программе мы продолжаем вас знакомить с самыми интересными и популярными автомобилями вторичного рынка Украины. Гость нашей сегодняшней программы в первую очередь заинтересует семейных и хозяйственных автомобилистов, которым нужно вместительное транспортное средство, способное вместить много багажа и грузов. А еще эта модель интересна тем, что она впервые среди конкурентов предложила наиболее вместительную компоновку салона с семью посадочными местами. На то время этим не мог похвастаться ни один из конкурентов. Итак, знакомьтесь, это Opel Zafira A, которая выпускалась с 1999 и по 2005 год. Сегодня мы разберемся, а стоит ли связываться с поддержанными ее экземплярами. Концепция создания компактвена Opel соответствует стилю жанра. Он разработан на базе модели C-класса. Донором стала модель Astra. Правда, чтобы добиться большей вместительности, колесную базу Zafira увеличили на 90 мм. Кстати, прототип будущего компактвена Opel был представлен еще в 1997 году. Но в серийное производство новая модель была запущена лишь спустя два года, когда многие производители уже выпустили свои модели в новом тогда сегменте рынка. Zafira представлена одной модификацией со стандартным пятидверным кузовом, тогда как другие конкуренты имели в своем распоряжении еще и длиннобазную версию, или же с удлиненной габаритной длиной. Из-за установки третьего ряда сидений конструкторы вынесли запаску снаружи под пол багажника. Со временем ее крепежный болт ржавеет, и при необходимости воспользоваться запаской удается не всегда. Поэтому специалисты рекомендуют, чтобы не иметь проблем, периодически смазывать крепеж. Линейка силовых агрегатов Zafira включает бензиновые и дизельные двигатели. Но среди автомобилей, которые эксплуатируются в Украине, чаще всего встречаются версии с моторами объемом 1,6 и 1,8 литра. Все они оснащены фирменной системой управления двигателем Экотек, способствующей лучшей топливной экономичности и низкому количеству вредных веществ в отработавших газах, электронной педалью акселератора, а бензиновые агрегаты за исключением 1,8-литрового 116-сильного мотора, еще и бесконтактной системой зажигания с единым электронным модулем для всех свечей. Как показал отечественный опыт эксплуатации, проблемы с дизельными двигателями касаются лишь выходов из строя клапанов рециркуляции отработавших газов из-за воздушивания топливной системы. При этом сама топливная аппаратура неплохо переваривает отечественную солярку. Кстати, проблемы с клапанами рециркуляции отработавших газов отмечены и в бензиновых двигателях. При этом, в отличие от солярочных моторов, бензиновые агрегаты более чувствительны к качеству топлива. При использовании плохого бензина с ними как раз и происходят основные проблемы. По утверждению мотористов, по этой причине возникает нагар на свечах, что приводит к повышению нагрузки на электронный модуль зажигания и в итоге к выходу его из строя. Также электронный блок может угробить и несвоевременная замена свечей зажигания. Кроме того, при езде на несоктановом топливе отмечены и проблемы с выпускным коллектором. В частности, он перегревается, что приводит к его искривлению и появлению трещин. Более того, в моторах 1,6 и 1,8 литров выпускной коллектор выполнен единым модулем с катализатором. И его замена стоит недешево. Кстати, в двигателе объем 1,6 литров езда на низкооктановом топливе также приводит к проблемам с головкой блока цилиндров. Со временем там возникает нагар на клапанах и довольно часто для того, чтобы справиться с этой проблемой приходится ремонтировать головку блока цилиндров. Самое интересное в компакт-венах это возможности трансформации внутреннего пространства. Давайте разбираться, чем же может порадовать Opel Zafira. Так, заднее ее сидение ездит на салазках зад-вперед достаточно в большом диапазоне, что позволяет изменять приоритет места для седоков второго ряда или же третьего ряда. Еще раз напомним, что Zafira 7-местная и в багажнике установлены два дополнительных задних сидения. Давайте примерим их на себя. Давайте попробуем сесть на задний ряд сидений. Итак, что можно сказать? На заднем сидении, в принципе, места достаточно для пассажира среднего роста. Запаса места над головой хватает, да и благодаря сдвижной конструкции сидений второго ряда можно отрегулировать достаточный запас для коленей пассажиров галерки. В салоне Zafira есть много подстаканников. Под пассажирским сидением выдвижной ящичек. А на картах дверей и сбоку от передних сидений удобные карманы, спрофилированные для размещения бутылок. Благодаря широким возможностям трансформации салон компактвена можно приспособить для решения различных хозяйственных задач. При установленных сидениях третьего ряда багажник получается чисто условным. Всего 150 литров. Но если спрятать дополнительное кресло, объем увеличится до 600 литров. А этот показатель один из наибольших среди конкурентов. Если же нужен максимальный размер грузового отсека, то придется сначала поднять вверх подушку кресел второго ряда, а затем сдвинуть эту конструкцию вплотную к передним креслам. Правда из-за того, что кресло выполнено несъемными, получится только 1700 литров. А это меньше, чем у многих пятиместных конкурентов. При этом спинки кресел второго ряда регулируются по углу наклона и в зависимости от версий могут складываться в пропорции 60 на 40 или 40 на 20 на 40. В дорогих комплектациях вперед отбрасывается еще и спинка переднего пассажирского сидения. «Зафира» оснащалась двумя типами коробок передач. Пятиступенчатой механикой и четырехступенчатым автоматом. Как показал опыт эксплуатации, со временем в механике может износиться палец и втулка кулисы переключения передач, что приводит к повышенным люфту рычага коробки передач. А еще при больших пробегах за 100 тысяч километров могут дать течь сальники полосей. А вот в автомате японского производства характерных проблем не выявлено и при грамотной эксплуатации служит он без проблем. В принципе, салон «Опель Зафира» выполнен достаточно качественно. Пластик твердый, но не гремучий. Характерные замечания касаются лиц обзорности. Ее перекрывают V-образные передние стойки при боковых обзорах. Есть замечания и к эргономике. В версиях с механической коробкой передач управлять рычагом коробки передач мешает передний подлокотник. Согласно рекомендациям производителя, масло в механической коробке передач рассчитано на весь срок службы агрегата. Хотя для беспроблемной работы специалисты советуют все же менять в нем смазку каждые 100 тысяч километров. А вот интервал замены смазки в автомате каждые 60 тысяч километров. Конструктивно подвеска «Зафира» аналогична сестричке «Астра». Впереди установлен «Макферсон», а сзади полузависимая балка. Как показал опыт эксплуатации, задняя подвеска вечно. Как утверждают механики, резинки задней балки меняются крайне редко. А вот переднюю подвеску придется чинить куда чаще. Быстрее всего на наших дорогах изнашиваются втулки стабилизаторов. Где-то их приходится менять при пробегах в 30-40 тысяч километров. Стойки стабилизатора держатся чуть дольше, в среднем 50-60 тысяч километров. Шаровые опоры и сайлентблоки держатся около 100 тысяч километров и меняются отдельно от рычагов. А вот в случае выхода из строя ступичных подшипников придется раскошелиться. Дело в том, что они меняются только со ступицами и стоят недешево. В отличие от соплатформенной Opel Astra, подвеска Zafira характеризуется лучшей плавностью хода и отличается от сестрички усиленными амортизационными стойками и стабилизаторами поперечной устойчивости. А вот остальные детали одинаковы. Так же, как и Opel Astra, рулевое управление Zafira оснащено электрогидравлическим усилителем руля, изменяющим степень усиления в зависимости от скорости движения. Благодаря вышеперечисленному джентльменскому набору, Zafira отличается неплохими ходовыми качествами и явно понравится любителям активной езды. Как показал опыт эксплуатации, в рулевом управлении при больших пробегах по 200 тысяч километров разбивается втулка рейки, что проявляется характерным стуком при проезде неровностей. Также могут дотечь сальники рейки. Выявлено слабое место и в тормозной системе. Так, опять-таки, при больших пробегах переламывается электропроводка датчиков подключения АБС, чаще всего на левом колесе, и как следствие антиблокировочная система не работает. Поддержанная Opel Zafira по праву может претендовать на членство большой семьи, став для нее вместительным и удобным средством передвижения, а также незаменимым помощником при решении различных хозяйственных задач. А еще эта модель понравится активным автомобилистам. Благодаря хорошей настройке шасси она позволяет ездить вполне активно. Вот и все. Наша программа подошла к концу. И если поддержанная Opel Zafira вас заинтересовала, то более подробную информацию об этом автомобиле вы можете почитать в журнале «Автоцентр», планшет на его версии или же на нашем интернет-сайте. Пока. До скорых встреч с другими не менее интересными автомобилями.